Пытания будовництва школ, доброупорядкования дорог, ремонта жилья, праца уладкования. Сегодня старшиня Гомельского областного выполненного комитета Геннадь Соловей провел прием граждан и юридичных особ. Марина Джалая с подробностями. На прием до губернатора записались 8 человек. За три годины Геннадь Соловей уважливо выслухал все скарги про пановы Жихаров Гомельщины и комментарии по огученных питаниях представников отказных службов. Так, например, гомельчанин Владимир Шамбир от дымя Жихаров Пауневых микрорайона Новобеллицы выказывают за непокойность и отсутствие тут школы. 73-я, которая находится недалеко, у двоя перегружена. Тому детей возят у школы и других районов. Второй же у микрорайона проживает 1300 шмодетных семей, и необходность будовництва школы тут видовочная. Геннадь Соловей расслумачивает, что в наступном году будет створена проектная каштарисная документация для объекта. Губернатор очень грамотно мне, говорит, пообещал эти вопросы решить. Но это не мои же только вопросы, это вопросы жителей, которые меня сюда делегировали. Ну, предварительно, естественно, как говорится, была сделана уже та работа, которые, как говорится, те вопросы, которые я ставил, они в какой-то степени уже решались. Но сегодня вот губернатор подтвердил, поэтому я ему благодарен. Один со зворотов гомельчан тычился сферы сельской господарки. Директор приватного предприемства пропоновывает для повышения уродливости Глеба применять такое удобрение, как нано-кремний. По его словах, для рослин больше эффективно выкористовывать не излучение на основе кремния, а элемент в чистом выгляде. И аргументует тем, что информация об речеве утримливается у ДНК рослин. При применении кремния уроджайность розных культур повышается у середнем на 20-50%. Зараз на полях проходят в опытной выпробовании. Генед Соловей выказал пропонову больше пильно вылучить уплыв кремния на рослины. Для этого выбрать палетки с разной уродливостью Глеба и поделить их. На частку нанести кремнии, инши опрацовывать традиционными способами. И потом сделать выник об эффективности удобрения и мытозгодности его массового выкористания. Чрезвычайно много новых агрохимикатов предлагается и заявляется эффект. Но после проверки выясняется, что эффект 2-3%, как говорится, ни о чем. Здесь наши исследования говорят о том, что эффект гораздо выше и себестоимость ниже. И рентабельность капитала для производителей сельскохозяйственной продукции начинается от 200%. Под час приема прогучали так самые питания от дольщиков по завороте грошей, укладенных у жильевой облигации на будовнество дома у Гомеля по улице Тельмана. Нагадаем, размовы деобденности предприемства «Центр Лизиных». Звертались граждане и с просьбой замены в окна у квартиры арендного дома. По законодавству, жи хари повинны делать это самостоянно, но выйти все-таки было пропоновано. Были и просьбы, чтобы помочь вырешить спрышные моменты, связанные с працевладкованием. Кожное питание будет пропрацовано особно и по мягчимости, згодно законодавству, вырешено.